Здравствуйте! Меня зовут Пахомов Александр Сергеевич. Я работаю учителем физики и информатики в профильных классах в том числе. В этом году я решил сдать экзамен по физике. Успешно прошел это испытание не для поступления, а для проверки своих сил. Результатом более чем доволен. Мы сегодня с вами разберем задачу номер 29 по механике, которая досталась именно мне в моем варианте. Давайте прочитаем текст условия. К двум вертикально расположенным пружинам одинаковой длины подвесили однородный стержень массой 2 килограмма. Если к этому стержню подвесить груз массой 3 килограмма на расстоянии 5 сантиметров от правой пружины, то стержень будет расположен горизонтально, и растяжение обеих пружин будут одинаковы. Жесткость левой пружины в два раза меньше, чем правой, чему равна длина стержня. Сделайте рисунок с указанием используемых в решении сил. Итак, запишем краткое условие и параллельно чертеж. Значит, на двух пружинах подвешен стержень. Вот так мы это изобразим. Вот однородный стержень и две пружины, на которых он подвешен. Пружины разные. Мы их обозначим цифрами 1,2. Индексы 1,2 нам будут нужны в дальнейшем. Также я обозначу точки, к которым подвешен стержень А и В. Значит, стержень у нас однородный. Это важно. Значит, он имеет равномерную толщину по всей своей длине и постоянную плотность. Другими словами, он имеет постоянную линейную плотность. Так. Значит, масса стержня 2 кг. Нам в условии сразу обозначили массу большой буквы М. Желательно обозначение не менять. Дальше. К стержню подвешен груз массой 3 кг на расстоянии 5 см от правой пружины. Ну, вот где-то так это происходит. Расстояние от правой пружины. Вот оно, вернее, от точки подвеса правой пружины. Так. Обозначим это расстояние. Стержень будет расположен горизонтально. Это мы изобразили. Растяжение обеих пружин будет одинаковое. Растяжение первой пружины, растяжение второй пружины. Ну, и мы это растяжение, так как они одинаковые, будем просто использовать дельта икс. Жесткость левой пружины в два раза меньше, чем правой. Так. Левая пружина у нас менее жесткая, чем правая. Значит, правая пружина, которую обозначили цифрой 2, будет более жесткая. Я это условие и задачи обозначу так. Жесткость правой пружины в два раза больше, чем жесткость левой. Чему равна длина стержня. Это мы сделаем вот так. Итак, рисунок сделали. Указать надо используемые в решении силы. Итак, какие же силы здесь используются? Ну, разумеется, каждая пружина стремится уменьшить свою длину до состояния, когда она не растянута. Поэтому каждая пружина будет действовать на конец стержня с силой упругости направленной вверх. Значит, левая пружина, точку приложения, мы выбираем точку А, которую я обозначил. Обозначу FQ1. И вот она сила, с которой правая пружина с индексом 2 тянет этот конец стержня наверх. Так, еще на груз действует сила тяжести. Можно было бы ее F тяжести обозначить. Ну, допускается Mg обозначать. И теперь со стержнем надо разобраться. Стержень у нас имеет тоже массу. Если мы возьмем, представим стержень как материальная точка, то, так как он у нас однородный, эта точка будет находиться в том месте, где находится центр тяжести, то есть ровно посередине. Поэтому силу тяжести мы изобразим приложенную к середине стержня. Вот так. Так, все силы мы указали. Значит, как мы будем эту задачу решать? Дело в том, что стержень, который подвешен на пружинах, представляет собой рычаг. И мы рассмотрим этот рычаг два раза. Один раз мы рассмотрим этот рычаг и приложенные к нему силу относительно оси вращения, расположенной в точке А. И второй раз мы рассмотрим этот стержень как рычаг, ось вращения которого находится в точке В. То есть, если это у нас будет рычаг, ось вращения которого будет в точке А, вот сюда у нас будет сила тяжести стержня, туда сила упругости правой пружины, и сюда сила тяжести груза. Вот. Это у нас рычаг получается второго рода, так как все силы приложены с одной стороны от оси вращения. Ну и, соответственно, вот эта сила упругости пытается этот рычаг сдвинуть против часовой стрелки, а обе силы тяжести пытаются рычаг сдвинуть по часовой стрелке. Вот такая ситуация. Значит, обязательно мы должны записать условия равновесия рычага. Мы сейчас будем рассматривать этот рычаг относительно точки А. Для того, чтобы записать условия равновесия рычага, нам нужно вспомнить правило момента. Правило момента звучит следующим образом. Момент сил вращающих рычаг против часовой стрелки равен моменту сил вращающих рычаг по часовой стрелке, и тогда рычаг будет находиться в равновесии. Значит, необходимо еще обязательно описать вновь вводимые величины. Итак, обозначим за М1 момент силы тяжести рычага, за М2 обозначим момент силы тяжести груза, и за М3 обозначим момент силы упругости. Вновь вводимые величины описывать обязательно. Так, для того, чтобы записать правило равновесия рычага, достаточно записать вот такое выражение. Теперь нам нужно расшифровать каждый из этих моментов. Прежде чем каждый из этих моментов расшифровывать, в решении должна быть обязательно записана общая формула для момента силы. Момент силы – это, разумеется, векторная физическая величина. В данном случае не обязательно ее использовать как векторную величину, достаточно как скалярную использовать. Это экспертами пропускается, и все будет замечательно. Итак, момент силы – это величина, которая численно равна произведению силы на плечо. Плечо представляет собой кратчайшее расстояние от точки опоры до линии, вдоль которой действует сила. Значит, расшифровываем теперь моменты. Момент силы тяжести. Он равен произведению силы тяжести на плечо этой силы. Причем силы тяжести будет являться вот это расстояние. Оно равно половине длины рычага. Так, вот оно. Теперь момент силы М2. Это у нас момент силы тяжести. Значит, расстояние от точки опоры до точки приложения силы – это будет длина рычага минус вот это расстояние D. Поэтому плечо этой силы будет E-D с нашими обозначениями. И момент силы упругости – это силу упругости умножить на ее плечо. Так как она приложена к другому краю стержня, то плечом эта сила будет равна вся длина стержня E. Так, подставляем эти величины и получаем получаем следующее выражение. Вот у нас получилось выражение. Это условие равновесия нашего рычага. Давайте посмотрим на физические величины, которые у нас тут есть. Итак, масса самого стержня есть, на ускорение свободного падения, коэффициент – это есть, это есть, это есть. Значит, длину рычага надо найти. И вот надо теперь силу упругости разобраться. Что из себя представляет сила упругости пружины? Мне надо сначала общую формулу. Это произведение коэффициента жесткости на растяжение пружины. А теперь конкретно к нашему случаю. Сила упругости у нас равна произведению коэффициента жесткости правой пружины на ее растяжение. Давайте подставим и перепишем еще раз это выражение. Итак, M большое G L поделить на 2 плюс M маленькое G L большое минус D и все это равно К2 умножить на Δx. Так, к этому выражению мы вернемся чуть позже. Теперь нам нужно рассмотреть этот рычаг относительно оси вращения, проходящей через точку B. То есть делаем аналогичную операцию. Здесь у нас сила тяжести груза пытается вращать этот рычаг относительно этой точки против часовой стрелки. Сила тяжести стержня вращает этот рычаг, тоже пытается против часовой стрелки. А сила упругости левой пружины вращает его по часовой стрелке. Вот. Значит, аналогичное производим. Это может быть необязательно, но я бы рекомендовал это делать. Момент, как мы там делали, M1, M большой G. Ну, пусть так и останется. Значит, M1, пусть это будет момент силы M большой G. M2, M2 это момент силы M маленькой G. И M3 это момент силы упругости с индексом 1. Так, формула у нас для момента сил есть, переписывать ее смысла нет. Давайте моменты расшифруем. Итак, момент силы M G. Он тоже будет разен произведению силы на половину длины стержня. Относительно этой точки опоры плечо вот этой силы, вот она, половина длины стержня. Вот она. Момент вот этой силы равен D сразу же. И момент вот этой силы упругости равен, не момент силы, прошу прощения, а плечо этой силы. И плечо вот этой силы равно длине всего стержня. Так, момент этой силы на D. И момент силы упругости 1 умножить на L. Значит, аналогично возьмем силу упругости 1. Расшифруем. Это коэффициент жесткости K1 на растяжение. Ну, теперь давайте все это сразу подставим. Значит, условия равновесия рычага относительно оси вращения в точке B. Ну, и теперь все эти величины подставляем сюда. Так, что же мы теперь получаем? Итак, момент силы тяжести рычага Mg на L пополам. Момент силы тяжести груза Mg на D. И момент силы упругости. Ну, я сразу подставлю. Это K1 умножить на Δx умножить на L. Вот у нас получилось еще одно выражение. Так, я их перемещу. Поставлю вместе. С какой целью? Дело в том, что оба этих выражения представляет собой система, которая у нас... пропустила L. В которую у нас неизвестная величина L. K1 и K2 – это величины, связанные друг с другом. Ну, и Δx у нас сократится. Если мы сейчас используем... вот это... Как у нас там был? Да, K2 равно 2, K1. Вот. Подставим это сюда. Сюда. И я... Нет, я перепишу заодно. 2, K1, Dx на L. Вот они, два выражения, которые мы сейчас будем рассматривать. Значит, обращаю ваше внимание, что правые части отличаются ровно в два раза. Поэтому предлагаю здесь вот это выражение домножить на два. И перепишу его. Двойечка. И тут будет 2, K1, Dx. С какой целью на два это можно было домножить? Чтобы правые части оказались одинаковыми. Теперь, если правые части одинаковые, мы можем левые части тоже приравнять. То есть вот эту левую часть и вот эту левую часть. Ну, попутно я сейчас вот здесь скобки раскрою. Итак, что у нас получается? Первая... Левую часть первого выражения переписываю. МЖЛ большое пополам плюс МЖЛ большое минус МЖ умножить на D. И приравниваю к левой части вот этого выражения. М большое ЖЛ плюс 2 МЖ умножить на D. Обращаю ваше внимание, что теперь здесь у нас только одна неизвестная величина. Это L. Для этого нам нужно будет все с неизвестной величиной перенести, например, в левую сторону. Всеизвестная в правую сторону. Да, и еще одна нам величина мешает. Мы ее сократим. Почему я так сделал? Можно же в левой стороне выразить, вынести за скобки, в правой стороне вынести за скобки. Она как множитель одинаковый там и там сокращается. Но для наглядности я перепишу без G. Итак, теперь мы все, что с L перемещаем в левую сторону. То есть вот эту часть мы перенесем в левую сторону, ну а вот эту часть перенесем в правую сторону. Что у нас теперь получается? M большое L пополам. Вот это минус будет. M большое L. Вот это у нас остается. Это все, что у нас слева. А это у нас правую сторону со знаком плюс пойдет. То есть будет N, D плюс 2, N, D. Так. Приводим подобный. Вот здесь вот у нас. А здесь у нас будет минус M большое L пополам плюс M, L. Ну, для удобства поменяем их местами. А с правой стороны будет 3M умножить на D. Теперь в левой стороне L большую за скобку выносим. И окончательно преобразование обе части делим вот на эту скобку. С левой стороны она сокращается, вправо она пойдет под знак дроби. Все, формула окончательная есть. Можно подставлять в нее те величины, которые нам известны. Значит, масса большого груза у нас 3 кг. Плечо груза того расстояния, да и маленькое, 5 см. Обязательно в системе СИ. Так, здесь у нас 3 кг. И тут 2 кг поделить пополам. Значит, произведем расчеты. Что у нас получается? 3 умножить на 3 умножить на 0,05. И внизу у нас получается 2. Получается ровное число. 225 тысячных метров. Записываем ответ. Так, обращаю ваше внимание на единицы измерения. Вот здесь обязательно, здесь обязательно. Отсутствие единицы измерения, тут это сразу минус балл. Вот это делать необязательно. Но я привык и своим ученикам рекомендую все числовые значения подставлять именно с единицами измерения. Все, задача решена. А давайте теперь посмотрим скан моего бланка, который я у себя в личном кабинете сдающего экзамен скачал. Вот, примерно таким вот образом я ее и оформлял. Комментарий про рычаг с точкой опоры, то есть с осью вращения в точке А в точке Б обязательно. Условия равновесия, все вновь вводимые величины расписал. Обязательно формула силы упругости, формула для момента силы. Вот, и продолжение. Вот оно. Здесь тоже для точки Б расписал. Вот и все. За эту задачу мне поставили максимальное три.